Его называли Большой Иван. Это имя он заслужил своими делами. Правда, на вопрос журналистов, чувствует ли он себя большим человеком, всегда отшучивался. Ещё бы, ведь в нём 105 килограммов веса и 182 сантиметра роста. Кстати, скромность – это та черта, о которой часто вспоминают друзья и коллеги Ивана Егоровича. Впрочем, прежде всего Кулаков – это большое сердце. Везде и во всём на первое место он ставил человека. Как-то мой муж Александр Горьевич был в гостях в Печоре, заходил на завод и сказал, «Ты не представляешь, какой там порядок. Там даже боишься дойти в ботинках». Он такой порядок навёл. Потом, если кто-то не приходил на работу, Ваня ездил к нему на дом, узнавал, что с ним, заболел ли, что-то случилось. Это вот было в Ванином характере. Детство Кулакова было не сладким. Родился он в военные годы в посёлке репрессированных Троицко-Печорского района. И Чеды рано потерял отца. Маленькому Ване самому пришлось зарабатывать на хлеб. Наравне со взрослыми он косил, ходил за плогом. Уже будучи взрослым, Иван Егорович никогда не забывал историю своей семьи и людей, которые попали на север не по своей воле. Именно он в 1998 году стал одним из инициаторов создания благотворительного фонда жертв политических репрессий, покаяния. Отдавал личные средства на издание первых томов «Мартиролога» и никогда не забывал про Ичеды. Вместе с ним был установлен памятный крест Ичеды, часовня. Будет приведенный порядок могилы. Самое основное, что когда многие-многие разъехались по посолкам республики Коми и запретили, я вместе с ним ездил по тем выходцам с Ичеды. И те годы очень сложно было с продуктами, со всеми делами. Он всегда, я на свидетелях был, он всегда какой-то пакет с какими-то наборами первой необходимости. Как его душевно встречали, и как он душевно со своими сверстниками и с родителями общался. На этих фотографиях практически вся жизнь Ивана Кулакова. С рождения и до момента, когда он возглавил Коми-парламент. Вот он вяжет веники, толкает машину, застрявшую в сугробе. Здесь что-то обсуждает с историками. А это фото, пожалуй, уникальное. Здесь вся семья Кулаковых. На руках мамы только что родившейся Ваня. Если вы подойдете к фотографии, и во любом случае вы найдете, а тем не менее на фотографии он ездит. Вот это маленькое цветное пятно, это и ездило не очень плохого. Потому что с самого рождения он был очень подвижный, а постановка в это время была достаточно жесткая, длительное фотографирование. Получилось, что Ваня содвигался и остался в жизни сирийским цветным пятно, солнышко. Его регалии и заслуги перед республикой можно перечислять бесконечно. Но самая ценная награда – почетная грамота Верховного совета Коми АССР. Иван Кулаков получил ее еще будучи школьником. Когда в Дутово случилось наводнение, он девятиклассник спасал на лодке людей и их имущество. Работа в госсовете выпала на нелегкие годы. У республики попросту не было денег. Но Иван Егорович сумел таки выбить средства на бесплатное питание школьников из нуждающихся семей. Нам везде говорят, и в Министерстве финансов. Нет денег. Как нет денег? Смотрим, налоговой инспекции выделены средства для приобретения новой компьютерной техники. Аргументация такая, что без новой техники налоговая не может получить налоги, а значит не будет в бюджете денег. Но через наш комитет и стараниями Кулакова мы смогли доказать, что питание детей важнее. Каждый год на месте поселка Ичады, которого сегодня уже нет, собираются дети и внуки спецпоселенцев. Эту традицию когда-то заложил сам Иван Кулаков. Сегодня уже о нем там напоминает мемориальная плита, которую установили 10 лет назад. Елена Кононова, Павел Фетисов, Телеканал Юрган.